МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Озеро Бросно. Самое мистическое место Тверской области. Уже много столетий на его берегах происходят страшные и необъяснимые события. Здесь, при загадочных обстоятельствах, погибли десятки воинов в Ханабаты. Самолеты, пролетающие над озером, таинственным образом исчезают. Здесь камнем уходят на дно лодки. Тут бесследно пропадают люди. Древняя легенда гласит, что в пучине этого озера обитает страшное чудовище. Встреча с ним грозит неминуемой смертью. 1238 год. Полчища хана Батыя подчиняют себе разрозненные русские княжества. Все дальше и дальше продвигаются они вглубь России к стенам Великого Новгорода. Вечером 2 апреля один из отрядов достиг южной границы Валдая. Привал решили устроить на живописном берегу озера Бросна. Воины разбили шатры, разожгли костер. Победа в сражении на реке Сить далась татарам нелегко. Теперь им надо было набраться сил для предстоящих битв. Вечер выдался тихий, лагерь готовился ко сну. Неожиданно из глубин озера появилось огромное существо. Зловещая тень накрыла берег и раздались душераздирающие вопли. Кони в страхе поднялись на дыбы. Воинов Батыя охватил ужас. Даже самые отважные не решились вступить в схватку с неведомым монстром. Те, кому удалось вырваться из острых когтей чудовища, спасались бегством. Остальные погибли. Батый был уверен, это дурное предзнаменование. На следующий день он приказал своим войскам немедленно повернуть вспять. С тех давних пор рассказы о чудовище озера Бросна вызывают в людях леденящее чувство страха. Уже много столетий на берегах озера происходят загадочные и необъяснимые события. Те, кто живет в этих краях, знают, что подходить близко к воде здесь опасно. Особенно вечером и ночью. А легенды о чудовище, обитающем в озере, местные жители передают из поколения в поколение. Ближайший к Бросна город Андреаполь. В его истории было немало славных страниц. Но рассказы о мистическом существе, выходящем из озера, занимают в документах городского архива особое место. Архивариус Александр Рачеев бережно собирает все упоминания о таинственных событиях, происходивших на берегах Бросна в разные времена. Ну, озеро Бросна как-то само по себе не раз попадало в какие-то или в летописи, или в какие-то воспоминания описались. Нам хотелось найти письмо, который вел переписку с помещиками на озере Бросна. Он писал следующий текст такой интересный. «Будище. Возможно, что будущей весной такая возможность явится». Страшный монстр в течение многих веков будоражит сознание людей. Рассказывают, будто вечерами и по ночам гигантское чудовище всплывает на поверхность воды, а когда к озеру приближаются, уходит под воду. Человека, впервые приехавшего на берега Бросна, не покидает необъяснимое ощущение тревоги. Кажется, что воды озера хранят древнюю тайну. И никто не знает, когда загадочное чудовище в следующий раз выйдет из пучины на берег. Никто не ведает, сколько людей оно погубило и сколько еще погубит. В давние времена на берегах Бросна было много деревень. Но люди уезжают из этих мест. И сейчас неподалеку от озера осталось лишь несколько небольших селений. Бенек, Дядькино, Ольховец. Зато летом сюда часто приезжают горожане. Кто на охоту, кто просто отдохнуть. Многим из них довелось видеть в этих краях нечто странное. Осенью 1995 года восьмилетний Ваня Гавришенко, гулявший с родителями неподалеку от озера, заметил, что по воде плывет страшное животное. Ваня окликнул родителей, и они успели сфотографировать нечто движущееся по водам Бросна. Фотоаппарат был плохой, снимки получились нечеткие, но даже на них прекрасно видна огромная голова неведомого чудовища. В тот момент мы не знали, что мы видели чудовище. Естественно, что мы не знали. Мы сфотографировали, у нас были тогда съемки, чего-то, что очень большое, плыло под водой. Но с учетом того, что это озеро, в озере там киты, наверное, не водятся, там какие-то крупные животные, там рыбы не водятся, то вот увиденный нами силуэт вместе с рассказами местных жителей как-то вот создали образ, что действительно там живет чудовище какой-то. Марине с сыном в тот день повезло. Озерный монстр исчез так же неожиданно, как и появился. Но в большинстве случаев встречи человека с чудовищем озера Бросна заканчивались по-другому. Фотографии чудовища, сделанные в 1995 году, заинтересовали специалистов по аномальным явлениям. Именно тогда о загадочном монстре, обитающем в водах Бросна, впервые узнала российская группа «Космопоиск», пожалуй, самые авторитетные исследователи мистических мест нашей страны. Об озере Бросна мы впервые узнали примерно лет 10 назад и поставили его в план исследований на неопределенное будущее. Но произошли события, которые нас заставили забыть о своих планах, и мы немедленно выехали в мае 2002 года на это место. Значит, подтолкнуло нас к этому сообщение о том, что якобы чудовище, о котором так много слухов и легенд мы уже слышали, буквально вот на днях вылезло на берег и съело девочку. Эта страшная история произошла 3 мая 2002 года недалеко от деревни Истомина. На берегу озера Бросна отдыхала компания друзей из Москвы. Пятилетнюю девочку Аню родители отправили погулять. Через некоторое время девочка прибежала рассказать, что видела в воде что-то странное, похожее на дракона. Увы, никто из родителей не воспринял слова Ани серьезно. Девочка вернулась к озеру. Больше ребенка никто не видел. Бросна – самое мистическое озеро Тверской области. Уже много веков на его берегах происходят необъяснимые вещи. Здесь при загадочных обстоятельствах погибли десятки воинов Батыя. Здесь бесследно пропадают лодки и исчезают дети. Люди верят, что в пучине озера спряталось страшное чудовище. Встреча с ним грозит неминуемой смертью. Исследование на озере группа «Космопоиск» начала с опроса очевидцев. Люди, живущие в селах, расположенных на берегах Бросна, не любят рассказывать о чудовище посторонним. Считают, что им все равно никто не поверит. Но те, кто его видел, говорят, что озерного монстра ни с кем не спутаешь. От рыбной ловли озеро знают лучше, чем кто-либо в деревне. Белоусы уверены, в водах Бросна обитает неведомая науке гигантское живое существо. Я действительно видел, и могу хоть на Библии поклясться, что я это действительно видел. Здравом уме и светлой памяти. Тем более, что видел не один. В 1996 году, в конце октября, Белоусы выплыли на лодке вдоль берега Бросна. Вдруг, метрах в 30 от себя, отец и сын увидели какой-то странный объект. Большая черная голова медленно двигалась по поверхности воды. Вот это нечто, нечто напоминало, ну вот, допустим, лодку, если перевернуть. Ну, такие вот круглые бока. Мы думали сначала, может, зверь какой, но на голову, на самом деле, голова-то побольше, чем бобра. Это был не бобер точно, потому что бобер, он ныряет, ну, это бобер, я не знаю, это мутант какой-то, наверное, должен быть из Чернобыля. Была, ну, примерно вот такая вот голова, где-то вот полметра. Ну, то есть, полукруг вот так взять, и вот это нечто торчало из воды. Мы не успели испугаться, это же быстро, это где-то в пределах, ну, самой большой минуты. Мы же на моторе идем, это же быстро. Ну, минуты даже не было, может, полминуты, раз, и все ушло. Только маленький успех. Оно вот испарилось так же, как появилось. То есть, исчезло или вот нырнуло как-то, вот, я не знаю. То есть, такое ощущение, как подводная лодка, вот так раз, и все. Экспедиция космопоиска собиралась тщательно проверить слова Белоусовых. Для начала ученые измерили глубину озера Бросна. Оказалось, что в некоторых местах она достигает 43 метров. Ни много ни мало высота 17-этажного дома. А это значит, что в озере может прятаться любое огромное существо. Оставалось провести подробное обследование водоема. Если чудовище не покажется на поверхности, возможно, его удастся обнаружить на дне озера. В одном месте, где мы проплывали несколько раз, оказалось, что существует двойное дно. Над дном настоящим периодически появлялась прослойка. Нам, конечно, трудно было понять, из чего она состоит. Которая висела на высоте 5 метров над дном. Мы несколько раз над ней проплывали, и кто-то, кто был со мной в лодке, в этот момент, очевиден. То есть метров 5. Трировали нечто очень похожее на гигантское существо. Оно лежало на дне озера и не шевелилось. Никто не знал, спит ли оно или готовится к внезапному броску. У нас были петарды. Мы взорвали эту петарду прямо над чудовищем и его разбудили. И мы поняли, что, к счастью, вот оно, вот она удача. Это оно, это нечто оказалось живым. Сразу после взрыва эхолот нарисовал пугающую картину. С 40-метровой глубины поднимается объект огромных размеров. Что произойдет в следующую минуту, не было известно никому. Бросно – самое мистическое озеро Тверской области. Уже много веков на его берегах происходят необъяснимые вещи. Здесь при загадочных обстоятельствах погибли десятки воинов Батыя. Здесь бесследно пропадают лодки и исчезают дети. Люди верят, что в пучине озера спряталось страшное чудовище. Встреча с ним грозит неминуемой смертью. Участники группы космопоиска вглядывались в мониторы приборов, наблюдая за тем, как всплывает из глубин озера огромное существо. Я видел, прекрасно наблюдал на экране эхолота. То есть прекрасно видел, как некое тело по консистенции очень напоминающее гель или мясо, или живую плоть. То есть это и не жидкая вода, это и не газообразное тело, это и не твердое камень или земля. Это нечто среднее. То есть вот как раз то, что надо. Непонятное существо поднималось вверх с огромной скоростью. Несколько секунд, и что-то гигантское находилось уже в полутора метрах от поверхности воды, прямо под лодкой. Любому человеку в этот момент захотелось бы повернуть поскорейгникам группы космопоиска. Исследователи слишком давно мечтали раскрыть тайну озера Бросно. Еще немного, и разгадка окажется у них в руках. Это даже хорошо, что оно не отплывает от нас, потому что мы сейчас его и увидим. То, что оно там, если оно чудовище, и питается случайными исследователями, проплывающими мимо, мы как-то в этот момент не думали. Вадим и Вячеслав не побоялись разозлить таинственного озерного монстра. Весла проваливались в воду, будто оно ловко уворачивалось. И вот такое невидимое чудовище. Не только невидимое, но и неостязаемое. И вот тут мы почувствовали запах этого, запах дыхания этого чудовища. Вот тут возник действительно страх, потому что это чудовище нам казалось удачей. А вот встреча с чем-то непонятным, оно всегда пугает. Участники экспедиции приняли единственно верное решение. Как можно быстрее плыть к берегу. Таинственное существо было совсем близко. Вадим и Вячеслав внезапно осознали, что если оно все-таки всплывет на поверхность, не избежать беды. Ведь исследователи находятся в лодке посреди озера без оружия. В тот день им чудом удалось уцелеть. Легенды о чудовищах, загадочных обитателях озер, есть у многих народов. На востоке Якутии находится озеро Лыбенг. Памятный времен, чество погубившее сотни людей. Местные жители прозвали его чертом. Неведомое животное не один раз видели на поверхности китайского озера Ханас. Оно утягивает под воду крупных зверей, домашний скот, приходящий на водопой, и людей, рискнувших искупаться. Одна из международных организаций составила список подводных монстров. Их оказалось более ста. Самым известным из них считается существо, обитающее в водах шотландского озера Лохнесс. Броснинское чудовище пока не так популярно. Но люди верят, что обитатель озера Бросна – дальний родственник шотландки Несси. Даже имя ему дали похожее. Ну, а как его еще иначе называть? Ну, как-то нужно же назвать это нечто. Это нечто вроде... А тут уже и Бросси придумали имя же. Ну, как бы... Тверские журналисты считают, что Бросси мог бы составить неплохую партию для таинственной шотландской красавицы. Мы хотим, чтобы он же как-то продолжил свою роду. Если в Англии Несси вроде как женщина, да, то у нас наверняка мужчина. Потому что они должны встретиться и полюбить друг друга. Между озерами бдовищ, обитающих в этих водоемах, во многом совпадают. Это огромные хищные животные с мощными лапами и острыми зубами. У них большая голова, напоминающая хвост. Большую часть времени они проводят под водой, изредка выходя на поверхность. На берегу Бросси есть деревня со странным названием Выползово. Берег тут пологий, покрытый густой травой. Рядом с этой деревней чудовище видели чаще всего. Пару лет назад Выползово купила дачу Александра Ивановна Попова. Совсем недавно ее семья чуть не стала жертвой хищного монстра. Набрала воды и стала смотреть за детьми и на озеро. И вдруг вижу, что-то плывет такое странное. Думаю, вроде бревно. Потом пригляделась, смотрю, да нет, вроде на бревно не похоже. И голова такая, вы знаете, продолговатая. То ли динозавр, как будто раньше были эти животные такие, то ли змея. Никто не знает повадок хищника. Трудно предугадать, когда он поднимется из глубин в следующий раз. Жить на берегах озера Бросно становится все страшнее. Бросно – самое мистическое озеро Тверской области. Уже много веков на его берегах происходят необъяснимые вещи. Здесь при загадочных обстоятельствах погибли десятки воинов Батыя. Здесь бесследно пропадают лодки и исчезают дети. Люди верят, что в пучине озера спряталось страшное чудовище. Встреча с ним грозит неминуемой смертью. Лет 50 назад ученые пытались объяснить загадку озера Лохнес с тем, что со дна этого озера поднимается газ. Пузырьки газа выталкивают на поверхность бревна. В брызгах воды они напоминают черную чешуйчатую спину. От перепада давления на бревнах лопается кора и раздается громкий звук. Люди принимают его за дыхание чудовище. Пузырьки газа обнаружили и в водах Бросно. Оказалось, что дно этого озера состоит из нескольких слоев. Между пластами грунта скопление опасного газа сероводорода. Вот они, пузырьки газа. Вот, прекрасно видно, прекрасно, как выделяется газ. Ужас! Мы прямо над эпицентром. Во-во-во, как пузыри идут! Для того, чтобы со дна озера пошел газ, достаточно одного резкого движения. Это может быть удар якоря о дно или удар ноги плывущего человека. Пузырьки лавины поднимаются вверх и на поверхности образуется пена. На вспененной поверхности удержаться невозможно. Лодки, даже надувные, будут камнем идти ко дну, словно под ними кто-то раздвинул воду. Но самое интересное, как это выглядит с берега. Свидетелям трагедии может показаться, что из воды выныривает нечто похожее на огромное существо с раздвинутой пастью. Чудовище заглатывает жертву и вместе с ней быстро уходит на дно. А если в лодке кто-то курит, то пасть, разумеется, будет уже огнедышащей. Поднимающийся из глубин озера сероводород опасен. Он действительно может стать причиной исчезновения людей, отплывших далеко от берега. Но так ли много смертоносного газа в водах бросно? Ведь сероводород – газ с резким запахом тухлых яиц. Если бы он поднимался со дна озера, люди должны были бы этот запах почувствовать. Было 40 деревень вокруг, и все брали воду с озера. Ну, наверное, бы чувствовали сероводород. Это не такой-то и запах, а приятный, по-моему, да? И варить суп, или там что-то делать, готовить. Ведь готовили-то, воду-то брали с озера. Присутие сероводорода, по-моему, не обнаружили. Но главное, что никакой пены и никакими пузырьками невозможно было объяснить смерть людей, которые находились на берегу озера. В 1967 году на озере работала геолого-разведочная экспедиция. Геологи, не подозревавшие о существовании бросненского чудовища, решили прогуляться. Каков же был их ужас, когда на берег выползло существо с длинной шеей, короткими мощными лапами и огромной пастью. Оно схватило одного геолога и также неожиданно исчезло в озере. Местный егерь видел, как бежали те, кому удалось спастись. И минут пять я еще слушал, как они по лесу убегали все. С треском, с шумом убегали, ну, не знаю, упрыть или как сказать, но сколько у них сил хватало, столько, так они и бежали с этого места. Это вот такой случай. Могу и несколько, много случаев. Еще более загадочная история произошла здесь в годы Великой Отечественной войны. Рядом с Андреаполем тогда располагались военные аэродромы. Налеты фашистской авиации на них не прекращались много месяцев. В июне 1942 года немецкий самолет пролетал над озером Бросно. Топливо было на исходе, и летчик пытался посадить машину на поляне недалеко от берега. Высота была уже совсем небольшой, метров пять. И вдруг произошло что-то фантастическое. Прямо из вода озера поднялось нечто похожее на гору. Жители деревни Бенек видели огромную зубастую пасть, которая впилась в крыло самолета. Мгновение, и низко летевший над озером Мессершмитт потерял управление и скрылся в пучине. Пеной или сероводородом невозможно объяснить странную гибель самолета над водами Бросно. Вспененная вода не может погубить человека, находящегося на берегу озера. Причина загадочных смертей, происходящих в этих краях, кроется в чем-то другом. Бросно – самое мистическое озеро Тверской области. Уже много веков на его берегах происходят необъяснивые вещи. Здесь при загадочных обстоятельствах погибли десятки воинов Батыя. Здесь бесследно пропадают лодки и исчезают дети. Люди верят, что в пучине озера спряталось страшное чудовище. Встреча с ним грозит неминуемой смертью. В Тверских озерах всегда было много рыбы. Некоторые скептики полагают, что в Бросно люди видят не чудовища, а огромных рыбин. Время от времени всплывающих на поверхность. В Краевеческом музее Андреаполя хранятся останки гигантских щук, выловленных в водах Бросно. Встречаются экземпляры из тех же самых щук достаточно большой конфигурации. Вот непосредственно эта щука весила 15 килограммов. Ну это вот такой вот небольшой поросёночек. Вместе с хвостом это где-то побольше полутора метров составляло. До 50 килограммов, рассказывают старики, вылавливали щук. А что такое 50 килограммов щука? И если вдруг её на отмели голову увидел, и она пасть раскроет. Зубы такие, это такая пасть, это чудовище, это не щука, это не рыба. Самая большая щука, пойманная в Бросно, достигала трёх метров в длину. Щука рыба хищная и кровожадная. Трёхметровому гиганту вполне по силам утащить под воду небольшое животное или ребёнка. Кроме того, издалека огромную щуку легко принять за чудовище. Как, впрочем, и наоборот. Встречая неведомых существ, люди обычно наделяют их чертами известных им животных или мифологических персонажей. В древних летописях сохранились рассказы о том, как славяне поклонялись огромному ящеру-крокодилу. Водное чудовище считалось страшным и кровожадным. В его честь славяне устраивали праздники, ему приносили жертвы. А тот, кто не оказывал крокодилу должных почестей, в любой момент рисковал стать добычей страшного зубастого монстра. В лето 7090-1582-е. Того же лета из эдоша крокодили люди и звери из реки, и путь затвориша. Людей много поедоша, и ужасошася люди, и малиша Бога по всей земли, и паки спряташася, а и них избиша. Новгородская летопись гласит, в 1582 году из рек вышли крокодилы и погубили множество людей. Сегодня крокодилы – обитатели южных широт. Но многие ученые уверены, в прежние времена эти ужасные животные водились и в этих краях. В наши дни в пресноводном озере Бросно неожиданно появляется и исчезает морская рыба, например, сельдь. Объяснить это можно только тем, что Бросно соединяется подводными коридорами с другими озерами края, а через них с Балтикой. Вот три озера. Наша, Жуковская, Долосса. Вот получается такой треугольник. Я абсолютно уверен, что они соединены подводной рекой. Бросно – замкнутый водоем, который не соединен с другими озерами, никакими протоками. Но вот что удивительно. Несколько лет назад в Бросно запустили рыбу рипус. В тверских краях эта рыба не водится. Прошло немного времени, и рипуса обнаружили в соседних сброс на озерах. Ребята рассказывали, ну, буквально, вот тут был на автосервисе, они были на рыбалке в соседнем Жуковскому, несколько лет назад, но они тоже никому об этом не говорили. Но они то же самое, видели вот это нечто, которое плыло в Жуковском озере. Ну, то есть, вот где-то оно вот обитает. Лучший способ проверить наличие глубинных тоннелей – это спуститься под воду и попытаться найти их. Падите сливание в озере Бросно, опасаясь нападения чудовища. Вадим Шесточенко и Александр Паокин собираются, вопреки всем предостережениям, опуститься на дно. Они надеются обнаружить тайные подводные ходы, а если повезет – и само чудовище. Их погружение будет длиться около часа. За это время они должны обследовать южную часть озера. Именно здесь люди чаще всего видели таинственного Бросси. Никто не знает, что ожидает дайверов на дне озера Бросно. Сумеют ли они раскрыть вековую тайну мистического монстра? Исследования осложняются тем, что вода в озере мутная. Вадим и Александр – люди опытные и бесстрашные. Но во время подводного путешествия их ни на секунду не покидает ощущение, что за ними следит какое-то существо, затаившееся в траве. Заплывать в центр озера на глубину более 30 метров дайверы не рискнули. Ни на секунду нельзя забывать, что где-то здесь может прятаться огромное хищное животное. В любой момент страшный монстр может вынырнуть из пучины, и тогда шансов спастись у водолазов не будет. Водолазы исследуют место, где вполне может оказаться логово бросненского чудовища. В южной части Бросно глубина составляет около 20 метров. На пути исследователей то и дело попадаются коряги и обломки лодок. Дно озера покрыто зарослями водорослей. В густой траве почти ничего не видно, и дайверы не знают, что может случиться с ними через мгновение. В глубине озера дайверам действительно удается найти вход в тоннель. Он прячется в толще ила. А недалеко от него водолазов ждет еще один неприятный сюрприз. На дне водоема в массе водорослей им удается разглядеть невероятных размеров широкий след, словно оставленный телом гигантского существа. В воде примятые водоросли поднялись бы быстро. Это значит, что огромное животное, зацепившее брюхом дно, проплывало здесь совсем недавно. Да уж. Ну, ровное. Коряги на дне. А следы какие-то непонятные? Полосы длинные такие, широкие. Возможно, что это следы от якорей, как лодки тащили. Кто его знает? Трудно сказать. Можно не разобрать. А якоря? Не похоже. Не похоже. Не похоже. Такие извилистые какие-то. Этот след не мог принадлежать щуке, даже самой большой. Никаких сомнений, в озере живет неведомое чудовище огромного размера. Самые большие рептилии когда-либо на планете – динозавры. Они вымерли 65 миллионов лет назад. На Землю тогда упал гигантский метеорит. Над планетой поднялось огромное облако пыли, заслонившее Солнце. Началась ядерная зима. Обитавшие на суше динозавры не смогли пережить. Но неизвестно, что произошло с теми ящерами в воде. Возможно, озерные чудовища, появляющиеся в разных... Сохранившиеся до наших дней. Это животные морские. То есть они обитают в водоемах, где потенциальный запас ресурсов, в том числе для питания, соответствует необходимости этих животных и позволяет им иметь достаточно крупные размеры тела. Потому что известно, что и ихтиозавры, и плезиозавры достигали величины более десятка метров. Ученые полагают, что древние существа в некоторых труднодоступных районах Земли могли уцелеть. Может быть, в озере Бросно сохранилось именно такое ископаемое животное? Не исключено, что ему удалось каким-то чудом выжить в море, а потом по подводным тоннелям перебраться в озер. Если мы предполагаем, что данное животное, которое обитает в озере Бросно, существует там как минимум со времен последнего оледенения, то мы, несомненно, должны наделить его свойствами, которые, например, характерны для сибирского углозуба. Хвостатая амфибия, которая может вмерзать в лед, и таивая, и благополучно существовать после этого. Ученые допускают, что Бросси может оказаться динозавром. Много миллионов лет назад этот динозавр был заморозом. Потом лед растаял, древний монстр ожил, поселился в глубоком озере, и вот уже много столетий наводит на людей страх. Бросно – самое мистическое озеро Тверской области. Уже много веков на его берегах происходят необъяснимые вещи. Здесь, при загадочных обстоятельствах, погибли десятки воинов Батыя. Здесь бесследно пропадают ледки и исчезают дети. Люди верят, что в пучине озера спряталось страшное чудовище. Встреча с ним грозит неминуемой смертью. Таинственное чудовище озера Бросно не спешит показываться ученым. Биологи, побывавшие в этих краях, не смогли обнаружить в воде никаких следов его жизнедеятельности. Время от времени появляются скептики, которые считают Бросси выдубкой. Но есть и те, кто уверен на все 100%. Загадочный монстр существует. Жители деревни Выползова готовы поклясться, что своими глазами видели следы его зубов. В сентябре 1985 года Павел Андреев вышел на берег Бросно порыбачить. Свою резиновую лодку он привязал к дереву. В тишине раздавались всплески, но рыбак только радовался. Рыбы в озере много. Вдруг где-то рядом раздался резкий хлопок. Павел обернулся на озеро и увидел, как в воду погружается огромная спина неведомого существа. А через мгновение к костру вылетело то, что осталось от его резиновой лодки. Рыбак в ужасе побежал домой и с тех пор не подходит близко к берегу. Уже много веков на озере Бросно происходят необъяснимые события. Таинственное чудовище видели десятки людей. Но ученым не удается найти ничего, что могло бы подтвердить существование Бросси. Там, где официальная наука бессильна, за дело берутся специалисты по аномальным явлениям. Экстрасенсы Леонид Гаврилов и Вячеслав Климов всегда доверяют своим ощущениям. Если в озере есть живое существо, люди, обладающие паранормальными способностями, смогут почувствовать его дыхание. Надо лишь настроиться на контакт с мистическим монстром. Рамки показали наличие биологического объекта. Где-то... Так, сейчас померим более точно уже расстояние до него. Где-то двух-трехметровой длины. И где-то расстояние 400-450 метров. Я представляю себе биологическое, скажем, биологический объект, состоящий из мяса, костей, так сказать, какой-то биомассы, ну, некой бревнообразной формы. Подобный объект в этом озере есть. Вячеслав не может точно сказать, как выглядит чудовище. Но он уверен, какое-то огромное животное вброс на есть. Наш мир полон загадок. Одна из них – существование параллельных миров. О них пишут фантасты. В них верят исследователи мистических явлений. Леонид Гаврилов – специалист по пространственно-временным аномалиям. С помощью особых приборов он замеряет изменения магнитного поля в районе озера. Задача Леонида – установить, существует ли в этом месте аномальная зона. Если да, то здесь могут происходить искривления пространства и времени. Можно предположить о том, что животное живет в озере, но появляется в определенное время отсюда, из другого как бы мира. И вот, является неким таким полтергейстом, можно сказать, призраком. Один из фактов, научных фактов, в общем, можно сказать, что подтвержденным прибором ДКГ-2 здесь действительно есть некий портал, как бы, хода. Это вот что прочитающе. Порталом исследователи аномальных зон называют место, где возможен переход из одной реальности в другую. И тогда неуловимость Бросси легко объяснить. Сегодня он здесь, а завтра уже в параллельных мирах. Предсказать, когда чудовище покажется вновь, не может никто. И потому неизвестно, кто в следующий раз окажется его жертвой. На планете Земля гораздо больше тайн, чем нам порой кажется. Озеро Броссна, безусловно, одна из них. И это озеро по-прежнему ждет своего исследователя. Десятки лет энтузиасты и ученые разных стран занимаются поисками озерных чудовищ, но до сих пор им не удалось ни доказать, ни опровергнуть их существование. И тем не менее, сюда будут приезжать все новые и новые исследователи. И одному из них тайна наверняка откроется. Может быть, даже я и не доживу до того, а может и доживу, даст Бог, что кто-то все-таки займется по-настоящему этим вопросом. И на самом деле, вот эти доводы подтвердятся. И я буду, конечно, рад тому, что я сказал и телевидению, и на весь мир, так сказать, и на всю страну, я сказал право. А пока люди на берегах Бросно должны каждую секунду помнить. Они находятся в одном из самых мистических мест России. Там, где из воды в любой момент может появиться таинственное чудовище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова